Полная практика прощения с Green My Life Ярослав Мудр-Воронцов. Это подведение итогов по прохождению первого этапа шага один в практике прощения, в полной практике прощения. Я прорабатывала обиду, которая у меня уже достаточно долго. Это еще тянется с первых моих отношений. Мы с ним не вместе уже около 8 лет приблизительно. Но я чувствовала, как что-то еще, какие-то остатки недопрожитые, они были во мне. Обида моя заключалась в том, что я обвиняла его, первого молодого человека, в том, что он меня менял. Я его не устраивала в чем-то, как Личность и так далее. И это было действительно мне очень сложно пережить. Правильно как-то действовать, принимать решения. Много было обид, вытесненных эмоций, чувств и допущенных ошибок. Но тем не менее, я после того, как мы уже расстались, много работала с этим, хотела как-то разобраться. Но я не думала, что у меня до сих пор осталась какая-то обида к нему. И Ярослав мне помог это осознать. На одной из встреч с ним в разговоре мы общались. Я просто прочувствовала, сколько внутри меня еще есть вот этих недопрожитых эмоций. Это и слезы, и гнев, и агрессия. Но у меня они по отношению к нему были. Потому что я в отношениях их не выразила вовремя. И все это время как бы держала их в себе. Вот. На самом деле они очень мешают жить. И я это очень на себе прочувствовала. Потому что то, что мы сдерживаем в себе внутри, при какой-то незначительной ситуации, и человек как бы может вообще не быть виноватым в этом, но эти эмоции могут вот так выстрелить. И, в общем-то, можно навредить другому человеку, который не заслуживает этого. Но это все из-за того, что мы не... Ну, я в том числе, как бы не трезво мыслила под влиянием накопившихся тех эмоций. Вот. И в одном из разговоров с Ярославом мы как бы пришли к тому, что у меня все-таки есть эти обиды. Я это прочувствовала очень хорошо. Прочувствовала, сколько там еще слез и гнева, агрессии не выражены. Вот. И уже на практике мне удалось все это выразить. Это на физическом выветривании. То есть мы проявляли это все в крики, там, били. Если на природе, то это было там дерево или какая-нибудь подушка могла быть, которую заранее подготовить нужно. Кричала я, там, ругалась, выражала все, что мне хотелось и все, что я недосказала, недокричала в те моменты, когда еще мы были вместе. И это помогло снять большой фон агрессии, которая была не выражена, не выпущена. И она никуда не делась на самом-то деле. Было все это время со мной. И на физическое выветривание помогает именно выпустить пар, отпустить именно эмоциональный слой фон, снять его. Для того, чтобы дальше уже более трезво подходить к этому вопросу, проработке своей обиды и отслеживанию каких-то причин, допущенных собой ошибок. Потому что иначе не получается, эти эмоции, они не дают углубиться в свои понимания, чтобы что-то осознать. И на аудиовыветривание уже в следующем этапе у нас, это мы делали через написание письма, мы выписывали все, что мы хотим договорить, добысказать еще. И вот эта часть у меня как-то больше связана с тем, что я выражала уже слезы. Мне было жаль и себя, и в какие-то моменты, когда осознавала свои ошибки его. Это тоже на самом деле очень нелегко, как и первый этап физического выветривания, это давалось очень нелегко мне. Не хотелось туда смотреть вообще, ковыряться. Это больная ранка такая, и лезть туда, и расковыривать было больно. Но я все-таки шла как бы прорабатывать обиду и продолжала это делать. Потом у нас был этап виртуальной встречи, где мы могли с ним встретиться, задать ему вопросы, получить ответы. То есть услышать его точку зрения, как он смотрит на те ситуации, на наши отношения, на поступки мои какие-то. И дать свои ответы. И вот пришло очень много понимания каких-то осознаний и другой точки зрения вообще. Что он мыслят там по-другому, да и воспринимал это. Приятно было встретиться с ним. Было много слез во время виртуального выветривания и аудиовыветривания. В общем-то, процесс первого шага связан с эмоциями и отпусканием всех своих чувств, разрешением себя, себе чувствовать и проявлять их. Не сдерживать. Абсолютно нигде и ни в чем. Вот здесь было важно отпустить себя, проявить то, как оно есть. Ключевым осознанием, которое сняло все претензии, они как бы просто стали неуместны. Это было то, что мы друг друга зеркалили. И то, от чего страдала я, что я его как бы не устраивала, он меня пытался изменить. Я поняла, что я сама делала с ним то же самое. Меня просто как бы обезоружило в тот момент. Абсолютно мне нечего было ему предъявить вообще. Я понимала, что как он страдал, как это было больно, потому что я это все прожила на себе. И мне просто стало жаль его за то, что я доставила столько боли ему и себе в том числе. И на самом деле мы же оба не хотели этого. Но как бы так, это результат неосознанной жизни. И в эти моменты ты понимаешь, насколько важно осознавать, что ты делаешь, для чего, почему. Какой результат будет после твоих действий. И то, чему нас учит Ярослав, это вот этой осознанности, отслеживание причинно-следственных связей. Что каждое действие влечет за собой какие-то последствия. То есть будет какой-то результат. И прежде чем что-то делать, нужно осознать, стоит ли это делать. Готов ли ты к тем последствиям, которые будут. И это очень хорошие инструменты, рабочие, которые мы практикуем на самой практике в течение нашей жизни. Каждый день мы отслеживаем свои поступки, свои эмоциональные реакции. Стараемся, учимся контролировать свои эмоции, осознавать их. То есть Ярослав дает конкретные пошаговые инструкции того, как, что нужно делать, для того, чтобы не наломать дров и, например, не наступать на те же самые грабли, если ситуация повторяется. Еще я нашла то, что те уроки, которые я увидела в наших отношениях с тем молодым человеком, они идут еще с моей семьи, когда я жила с родителями. То есть там не были допройдены все уроки жизненные мои. И, в общем-то, они тянутся и в отношениях, и в тех они отношениях были, и в следующих у меня. То есть я эти уроки не прошла, и поэтому теперь мне нужно это все допройти, для того, чтобы не повторять все эти ошибки, не страдать и не делать больно своим окружающим и близким. То есть эта практика очень помогает посмотреть с другой стороны, дает возможность увидеть ситуации намного глубже, осознать то, как люди нас воспринимают, почему они действуют, то есть наши поступки провоцируют их на какие-то действия по отношению к нам, что им приходится испытывать какие-то негативные эмоции, играть негативные роли для нас. Но все это они делают для того, чтобы нас научить, чтобы мы как-то делаем неправильно, поступаем неправильно. Это, как говорил Ярослав, мне очень запомнилась эта фраза, что Вселенная общается с нами через людей. То есть люди нам приходят для того, чтобы показать, с чем нам нужно работать, с каким качеством, чего нам не хватает, на что обратить внимание. Но большое «но», которое я прочувствовала на практике очень хорошо, что наша гордыня не дает этого сделать. Она не дает это осознать и понять, что человек нам не боль несет и хочет сделать какое-то, принести ущерб, а он хочет улучшить нашу жизнь, чтобы мы просто осознали, что мы делаем не так. И именно гордыня не дает нам возможности услышать это, принять новую информацию, измениться. И на практике мы как раз тоже проходим этап работы с гордыней, со смирением. Это проявляется во время выполнения заданий, которые дает нам Ярослав. И очень хорошо чувствуется, когда включается эта гордыня. Научаешься отслеживать, где она сейчас заработала и не дает, в общем-то, сделать каких-то необходимых шагов. На практике еще мы много работали с осознанностью, работали с медитацией, с поиском ответов на свои вопросы, на вот эти причины, которые привели к какой-то конкретной ситуации. Мы анализировали, находили ответы, и эти ответы чаще всего вообще необычные. То есть от ума они не придут. Это вот в медитации получается поработать, пообщаться со своим подсознанием и найти совершенно другой, неочевидный ответ для себя. Вот, также мы построили план на будущее для своих проработок. Какие качества нам нужно наработать, что рассмотреть на будущее. У нас как бы есть конкретный план уже. И мы нацелены как бы работать до конца. Еще мы работали с умением выговаривать, то есть с пятой чакрой высказываться. Мы много записывали аудиозаписей, видеозаписей. Уделяли этому внимание, обращали внимание на то, как звучит наш голос. И поначалу я свой голос просто не могла слушать. Мне он очень не нравился. И в процессе я заметила как бы существенные изменения, которые произошли в звучании моего голоса. И плюс ко всему я стала воспринимать его нормально. Не могу сказать пока, что мне он очень нравится. Но у меня нет такого отторжения, которое было поначалу. Вот, то есть практика дает возможность проработать не только свою обиду. Ярслав дает очень много инструментов для того, чтобы не обижаться дальше. Он дает очень конкретные, четкие правила, рекомендации, как нужно делать, что делать, если сложилась какая-то ситуация прямо здесь и сейчас. И что нужно сейчас сделать для того, чтобы не наломать дров. Вот, так же мы прорабатывали, вспомнила, вот прорабатывали моменты мужско-женские. То есть в отношениях, насколько важно удерживать там границы мужчины и женщины. В чем их отличия, то есть различия, как их удерживать. Как стоит общаться с мужчиной, как доносить ему вопросы, свои чувства, чтобы он понял. Так же были уроки по тому, как нужно извиняться, приносить свои извинения, заглаживать свою вину. Из того, что было сложно, я бы сказала, что сложно было все. Первое, это то, что выбрать время среди своего графика и работы, и быта, каких-то занятий, если они были, то их нужно пересмотреть и для практики нужно выделить много времени. Реально много времени. Поначалу я даже не понимала, что столько много времени, но оно того стоит. Потому что мы прорабатываем здесь задачи на жизнь, на дальнейшую свою жизнь. Нам даются инструменты, которые действуют, которые помогают жить, наслаждаясь. Они просто переворачивают наше мировоззрение под другим углом. Мы смотрим на людей по-другому. То, что у меня получилось увидеть в людях не обидчиков или злых и плохих каких-то людейшек, а видеть в них такого же человека с какими-то своими обидами, ситуациями. И зачастую люди, наоборот, отзывчивы и хотят помочь, а не обидеть. И часто они делают поступки неосознанно, говорят неосознанно, выражают эмоции неосознанно. Поэтому, ну как на них можно обижаться, по сути? Мы сами так делаем неосознанно, и в итоге вот у нас складываются такие сложные ситуации, от которых мы потом страдаем. Вот. То есть эта практика учит делать выводы прямо здесь и сейчас. Случилась ситуация, ее нужно проанализировать, осознать, что произошло, какие были правильные и неправильные действия, сделать вывод и исправить конкретными шагами эту ситуацию, чтобы в дальнейшем она не повторилась. Вот. Сложно было в самом начале это и физически выветриваться, выпускать свои негативные эмоции, которые очень сложно было поначалу выразить, как-то воспроизвести их. Плюс ко всему не хотелось туда смотреть, как я уже ранее говорила, потому что это было больно. Это как будто вот ковырять ранку, которая еле-еле зажила сейчас, и вот сейчас надо все ее выковырять, почистить. И это действительно больно. Но оно того стоит. Для того, чтобы эта ранка заросла, зажила, и от нее не осталось следа, ее нужно почистить. И вот то, чем мы занимались на самом деле, вот, это было сложно, безусловно. Плюс ко всему я, как бы, не выражала так эмоции, как необходимо вот на практике, чувства, там, столько плакать. У меня давно этого не было, и здесь пришлось это сделать, позволить себе проявиться вот по-разному, и плакать, и кричать, и ругаться, и так далее. Вот потом сложно было еще прорабатывать эту пятую чакру, записывать аудио, видео. Я этим вообще не занималась. Это было для меня очень новое. Было поначалу сложно. Было в практике много непонимания, что как делать. Вроде бы даются инструкции, но как-то в уме все сложить не получается. Информации очень много, и поначалу теряешься, и на это тоже уходит достаточно много времени, пока соберутся все пазлики, а на место станут. Что еще? Сложно было, когда я сталкивалась со своей гордыней. Это действительно сложно, потому что привычка жить то, как я хочу, она есть, и тут вдруг мне надо резко перестроить себя. Я хочу сказать, это очень сложно, и важно это прочувствовать, насколько это сложно, для того, чтобы осознать это и поменять. Что еще? Хочу дополнить по поводу сложностей. Сложность еще была поначалу, когда мы давали обратную связь друг к другу. Мне было сложно поначалу, как ее корректно дать, что я могу сказать у человека, своя жизнь, а мне тут нужно как-то говорить свою точку зрения. Но это было только поначалу, потом как бы пошло все намного легче. Так, что еще? Да, еще сложно было проявлять свои чувства. Я уже сказала об этом, да, именно в чем хочу сейчас объяснить, что выражать свои чувства в речи, чтобы говорить не от ума, а от чувств, найти эту связь и говорить с тем чувством, которое у меня есть. Но это очень хорошая практика, действительно, она работает и в жизни с людьми, тогда тебя как-то слышат, лучше понимают, что ты хочешь донести. по поводу того, что бы я изменила. Оглядываясь назад, я бы очень хотела, чтобы уже была проработана гордыня, потому что она вызывает много сопротивления, того, что дает нам Ярослав, непринятие некой информации. Но это все в самом начале, но тем не менее, оно было. сопротивление как-то меняться, потому что это нелегко, сложно, есть уже привычная зона комфорта, с нее нужно выйти. И в этом тоже есть своя сложность, и я бы хотела, чтобы не было столько сопротивления вот этого, просто довериться процессу и исполнять все, что говорит Ярослав, действовать соответственно всем инструкциям, правилам, не нарушать их, не сопротивляться этому, а просто делать то, что говорится. И практика на самом деле на 100% действована. Сейчас то, что я чувствую по себе, это у меня изменилось отношение к мужчинам, к женщинам также. у меня снялся вот этот фон негатива, который не давал мне открыться и миру, людям, и наслаждаться жизнью. Этот негатив приводил к тому, что я закрывалась и, в общем-то, защищалась от всего, чтобы меня никто не обидел. С помощью практики мне удалось сейчас снять броню, с которой я ходила. Еще есть над чем работать, безусловно, но какой-то этап уже пройден. И эти результаты я на себе уже чувствую и вижу. Еще изменить хотела бы это то, что меньше эмоционировать. То есть это проработка смирения, понимание того, что ситуации, каждая ситуация дается для того, чтобы что-то проработать в себе. И важно это осознать, принять и действовать. Но поначалу это сложно. Всплывает много эмоций и они не дают приступить к действиям, пока они не выветрятся. Вот. Еще хочу сказать, что я бы хотела с самого начала понять, что нужно проговаривать, говорить все, что я там не поняла. Если у меня есть какие-то вопросы, не знаем до конца как там делать что-то, не додумывать самостоятельно, а просто напрямую спросить. Вот. В принципе, во время практики я очень прочувствовала то, что не хватает умения коммуницировать. И я наблюдала просто даже своей жизни за людьми, что очень многие именно не умеют коммуницировать, не говорят то, как оно есть, все таится где-то там далеко в себе, а в итоге люди, в общем-то, начинают отдаляться друг от друга. И вот в самой группе нашей в процессе прохождения практики складывались такие ситуации, где возникало непонимание какое-то и вместо того, чтобы что-то там себе додумывать, нужно просто спросить, проговорить и ситуация разрешается тут же. Подводя итог, хочу сказать, что практика действована на все 100%. Результаты уже есть, пройдя там только первый шаг. Я понимаю, что это первый шаг как скорая помощь, то есть он снимает верхний пласт вот этих эмоций, негатива, который накопился. вот что еще хочу сказать. Практика дает возможность посмотреть абсолютно под другим углом, поменять свое мировоззрение, отношение к жизни, к миру, к людям, увидеть во всем благо. На самом деле все, абсолютно все нам указывает на то, как нам лучше жить, какие уроки просто нам пройти, сделать выводы, поменяться и все, и мы можем наслаждаться жизнью. И это совсем другая жизнь, она осознанная, с какой-то конкретной целью, мы понимаем, для чего мы это делаем, когда мы что делаем, какие могут быть последствия, просто принимаем осознанное решение, а не на автомате. И вот эта практика позволяет это все проработать. по мне это просто жизненная задача, научиться жить осознанно и принимать решения осознанно, трезво, не под влиянием эмоций. вот, еще хочу поблагодарить Ярослава за эту практику, за то, что он разработал ее, за то, что вдохновился на то, чтобы провести ее, за то, что пригласил меня участвовать в ней, помог осознать многие вещи, осознать, что даже есть у меня эта обида, потому что поначалу я даже не понимала этого. Благодарю Марию, которая участвует со мной в практике, она для меня большая поддержка, помощь и стала уже таким близким человечком, который всегда рядом и к нему можно обратиться. Еще благодарю себя за то, что когда были сложные моменты, эмоционально сложные, я все-таки продолжила практику и продолжаю и сейчас проходить, иду к своей цели не сдаюсь. Хотя, хочу сказать, это очень нелегко. Но, тем не менее, мотивация у меня есть, и я намерена пройти все до конца, проработать все обиды и научиться жить без них, не обижаясь и видеть во всем позитив. Также благодарю всех участников нашей группы за то, что создали такое пространство, где мы обретаем новое сознание, понимание и меняем свою жизнь и помогаем друг другу. Благодарю вас еще раз. Это была полная практика прощения с Green My Life Ярослав Мудр-Боронцов.